Детское радио представляет Сказки народов мира Что прячет лепрекон Ирландские сказки На краю огромного океана, на большом изумрудном острове С давних времен живут маленькие человечки-лепреконы Каждый лепрекон носит зеленые штанишки, зеленую жилетку Зеленую курточку и такую же зеленую шляпу Прячутся лепреконы в высокой траве, подальше от людских глаз Множество волшебных историй знают они И если повезет вам встретиться с лепреконом То он непременно расскажет одну из них Например, вот эту Надменная принцесса Жил на свете король Берак И была у него дочь по имени Эрин Красоты неописуемой Но такая надменная Никого не соглашалась она взять себе в мужья И вот отец в который раз пригласил во дворец королей, герцогов и графов После завтрака они выстроились на лужайке, чтобы принцесса сделала свой выбор Завтрак по-ирландски Брикфяста Традиционный ирландский завтрак очень сытный Только представьте, в него входит яичница из одного или двух яиц Поджаренный бекон Несколько сосисок Теплый гарнир из фасоли и помидоров Белый и черный пудинг И жареные грибы Пьют стакан апельсинового сока И чай или кофе Такой завтрак появился в деревнях, где завтракали уже ближе к полудню Закончив дела по хозяйству Завтрак Брикфяста Эрин подошла к женихам, задрав нос Первый был толст «Зачем мне этот бочонок?» — воскликнула принцесса Другой был худ и тощ Ему она сказала «Мне не нужна палка» Когда она подошла к последнему, то увидела, что он очень хорош собой Принцесса пыталась отыскать в нем хоть один изъян Но не нашла ничего, кроме вьющихся каштановых волос у лица «Мне не нужны бакенбарды» Когда все женихи разъехались, разгневанный отец закричал «Я тебя проучу! Отдам тебя в жены первому, кто войдет завтра во двор!» На другое утро возле дворца появился нищий с густой бородой и запел под окнами Его пригласили во дворец, позвали священника И принцесса была обвенчана с нищим певцом Как только церемония завершилась, он взял убитую горем принцессу за руку и повел в лес «Чей это лес?» — спросила Эрин, когда они проходили через чащу «Короля, которого вы вчера назвали бакенбардами», — ответил ей муж «Ему же принадлежит и прекрасный город, который возвышается вдали» Город по-ирландски — Бали А большой город или мегаполис — Кахаль Самый главный город в Ирландии — это ее столица — Дублин Ирландское название Дублина — Балякле Что означает «поселение уброда» Кстати, слово Бали также используют, чтобы сказать «Я дома» и «Я иду домой» По-ирландски это звучит так «Тамэсэ Вали» — Я дома И «Тамэйдула Вали» — Я иду домой Город — Бали, а большой город — Кахаль Как же я была глупа, подумала принцесса Король бакенбарды так красив и богат, и я могла бы быть с его женой Наконец, они добрались до убогой хижины Принцессе пришлось помогать мужу разводить огонь и варить обед А после убирать со стола На другой день супруг попросил зашить ему одежду Принцесса взяла иголку, но тут же укололась и снова ударилась в слезы «Эх!» — вздохнул муж «При дворце короля у меня есть знакомая повариха Я устрою тебя на кухню судомойкой» Вот так гордячка принцессы начала работать во дворце Каждый вечер она без сил возвращалась в хижину Неся в карманах остатки еды из кухни Как-то утром, когда Эрин пришла на работу То увидела небывалую суету Готовилась свадьба короля Вечером Эрин подкралась к двери зала Чтобы посмотреть на приготовление к празднику Но только она заглянула в замочную скважину Дверь распахнулась и девушка оказалась нос к носу с самим королем Тем самым, которого она назвала бакенбардами «Тебе придется расплатиться за свое любопытство, милая судомойка» — усмехнулся он «Ну-ка, станцуй-ка со мной джигу» Ирландское название джиги — порт Это традиционный ирландский танец Быстрый и очень веселый Его можно танцевать в одиночку или вместе с друзьями В кругу, шеренге или колонне В Ирландии частенько проходят праздничные шествия Где весь город танцует джигу на улицах Ирландского музыканта можно попросить Каспорт-дунь Что будет означать? Сыграй нам веселую музыку Джига — порт И, не спрашивая, хочет ли Эрин танцевать Король взял принцессу за руку и повел в зал Когда они закончили танцевать джигу Король наклонился к Эрин и, улыбаясь, спросил «Разве ты не узнала меня, дорогая? Ведь и король бакенбарды, и твой муж — это один человек» «Ах!» — только и смогла вымолвить принцесс «Твой отец знал, кому отдает свою дочь» Продолжал король бакенбарды «Просто ему хотелось укротить твою надменность» Принцесса Эрин не знала, куда деваться от стыда и от радости Она склонила голову к мужу на грудь и расплакалась от счастья Повторяем, запоминаем Сегодня вы узнали, как по-ирландски звучат слова Завтрак — брикфяста Город — бали Большой город — кахарь И как называется традиционный ирландский танец джига — порт Сказки народов мира Что прячет лепрекон Ирландские сказки